всем привет дорогие друзья с вами валентин фокин и вы смотрите магнитную рыбалку я только что закончил ее и по моим эмоциям я уверен что вы понимаете рыбалка удалась так вот ёшки-макарёшки зацепился за колесо мне сердце трещинки просто колотится чрезвычайно сейчас вы все увидите своими глазами но перед тем как начнете смотреть обязательно поставьте лайк мы находимся в парке победы центр города начинаем ну что мы пришли на первый водоем и тут я обнаружил то что у меня две правые перчатки что на левой руке что направо у меня правые перчатки это конечно отвратительно как минимум неудобно на левой руке держать правую перчатку но это не главное главное то что у нас здесь есть очень много места куда можно позакидывать здесь есть несколько пирсов очень много водоемов а самое главное что сейчас 7 утра и народа практически нет я надеюсь то что до нас не будут докапываться но даже если докопаются плевать мы никаких законов я надеюсь не нарушаем все мой магнит готов не знаю что будет честно честно я даже даже не хочу загадывать будем просто кидать первый заброс смотрим если что-нибудь вообще так но есть пивные крышки и есть монетка нас конечно таким не удивить сто процентов я вчера наводил справки по поводу того что здесь вообще в принципе может быть мне мой товарищ как раз из которым я был выборге сказал то что эти водоемы три года назад чистили не знаю правда это неправда это не имеет значения за три года здесь могло насыпаться столько всего вот например крышки пивные что такое то все будет сложно ой фу какая вонища вот это не очень приятно а вот здесь есть еще пружинка небольшая пружинка тут очень много рыбаков кстати тусуется постоянно не знаю что они здесь ловят клюет здесь что-то не клюет без понятия предлагаю сейчас пройтись вот так вот вдоль потому что люди если они здесь но вот этом пирсе что-то делали то явно они могли что-то уронить что-то я имею ввиду телефоны там камеры сейф из день но что-то они могли реально уронить и это мы сейчас попробуем достать так вот здесь я что-то чувствую что-то магнитится не факт то что мы сейчас что-то достанем но магнитится так что-то есть смотри а я даже знаю что это то такие вот рогатки вбивают в вот такие вот рогатки вбивают вот такие вот рогатки что такое это утро вот такие вот рогатки вбивают в лодке и вставляют туда как у меня называется и и вставлять туда весла у меня утро я просто не могу ничего с собой сделать в общем первая находка вот такая вот рога . к сожалению ничего особенного но хоть что-то мы поймали и я думаю то что это не все что магнитилась потому что магнитная сила была достаточно мощной главное чтобы мыть на какую-нибудь железную шпалу не нарвались так ну вот пожалуйста поехали что это у нас первое это вот такой вот болт вместе с железной шляпой я так понимаю то что это как раз таки от вот этого пирса штопор я думаю штопор пожалуйста видно сразу то что люди здесь отдыхают отлично так и еще какая-то просто железячка слушай ну штопор я кстати еще не находил ни разу не находил штопор что угодно было но не штопор и как я понял это еще не все это еще не все потому что вот здесь прямо а вот 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 здесь прям магнитилась сейчас мы тут слушать неплохо прям неплохо штопор пожалуйста он причем в хорошем состоянии я могу тебе сказать им еще можно пару бутылочек открыть прежде чем он сломается так что есть еще чё так ну дальше у нас опять просто ржавчина и крышка от бутылки ну и вот здесь еще 2 рубля кстати было но это еще с прошлого заброса 2 рубасик какого года ты хоть а непонятно короче потом посмотрим если вдруг захочется тогда он проверить если 2003 2 рубля то тогда это 20 тысяч реально все любые монеты ну дай бог дай бог не 2009 мы были так близки 20 тысяч рублей за двухрублевую монету новые это просто обычный 2 ты представляешь как тебе неудобно просто невероятно давайте чуть-чуть самую малость подальше пройдемся еще понять что там магнитится но здесь конечно смотреть дроном либо какими-нибудь другими камерами подводными не имеет смысла так смотри-ка еще одна рогатулина но видимо здесь лодка утонула она могла спокойно утонуть очень давно железки ты не так сильно гниют как дерево еще была невидимка но как вы знаете невидимки невидимы голубь я тебя не кормлю это просто жижа прикинь если бы я сейчас вот так взял лодку бы но случайно зацепил не я был бы не против но вытащили бы лодку потом поплыли бы осталось бы только весла найти чисто так пузыри идут а пузыри идут как вы знаете исключительно из-за того то что мы поднимаем ил поднимаем все дерьмо которое находится на дне и так далее так крышка бенгальский огонек и звено цепи похоже карабин реально карабин причем старинный какой-то ну как старинный я имею ввиду давно лежит ну смотри у нас уже че есть а уже две рогатки штопор в принципе находки есть но это далеко не то на что я рассчитываю несмотря на то что я ни на чего не рассчитываю чуть-чуть подальше забросим без фанатизма но мало ли что нибудь здесь лежит еще то что не чистили так вот вроде чё то есть вроде чё то есть да чё то есть и что это у нас скейт ты посмотри охренеть слушай да он стопудово работает он здесь но налет большой всякой жиже но в целом у него отличное состояние как мне кажется ну да он даже ездит прикинь тебе нужен скейт это второй скейт второй скейт вот получается то что мы съездили в выборг там юра поймал скейт а здесь пожалуйста валя поймал скейт он хорошем состоянии я те я те базарю скейтборд ищ это успех вот это успех такая хрень но понятно что не очень дорогая на тысячи две она стоит реально то есть тысячи две стоит такой скейтик если его помыть почистить выставить на авито то по идее можно и заработать ну что покидали мы здесь на самом деле не очень много но находки есть находки интересные ну помимо того то что здесь есть штуки для весел это ладно ерунда у нас есть интересный штопор не самопальный но все равно интересный и есть скейтборд офигенная тема которую нужно забрать с собой отмыть его пытаться вообще его продать но либо кататься самому находки неплохие радует то что здесь не пусто как бы мне там кто ничего не говорил но здесь все-таки есть что-то даже если здесь что-то когда-то очистили за то время которое прошло после чистки могло нападать очень много вещей что не может не радовать как мы сейчас их найдем и посмотрим что они из себя представляют скейтборд мне очень радует нереально здесь вот я что вижу ветку чем много падает все тины дохерище просто а на магните ничего будем надеяться то что скейт это не последняя наша находка нормально а как глубже стало прям намного так и что-то я тут цепляю непонятно что ага отцепилась так что то есть понятно огурчики дяди ваня пожалуйста ссылка в описании вот такая вот рекламная интеграция тут пошла глубина резко и вначале что-то цепануло но тоже непонятно то ли это ветка то ли это все-таки что-то стоящее оп опа чет примагнитилась японский бог чувствую сейчас что-то придет так я даже увидел очертания этой хрени секундос тут что-то большое тяжелое видишь вон там светлое очертания и пузыри да велик да не 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 ну какой велик но если тут велик то я но я в я охрене если здесь велик так что то что это сука что это смотри смотри видишь зацепился за колесо ну увидели да это дерьмо срывается сука как же ты раздражаешь смотри-ка че есть а ножнички давай 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 малыш давай 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 малыш но ты будешь сука цеплять или нет ты чё ты сколько ж можно то минут 15 я уже пытаюсь вытащить реально минут 15 я пытаюсь вытащить эту срань сука зацепил пожалуйста спасибо не за что готова что это хрень делает здесь почему кто сюда приволок какого черта это карусель здесь карусель находится знаете где карусель находится примерно в километре отсюда вон туда какого черта это не может не радовать смотри знаешь как и почему я зацепился потому что веревка прошла вот через вот эту вот эту часть и просто я начал тянуть и вот здесь вот произошел зацеп вот так только поэтому я смог поднять а так конечно я бы не поднял никогда тут прикол именно в зацепе то есть я когда в германию ездил у меня был 200 килограммовый магнитик маленький маленький вот и ничего особенного не происходило но хорошо мы достали эту хрень так вот здесь веревочка и как вы видите да здесь люди пытаются поймать рыбу но 4 бы не очень клюет походу что я пожалуй верну обратно предлагаю двигаться дальше здесь мы нашли достаточно много интересных вещей ну как минимум то что прям супер интересно это скейтборд и тележка продуктовая пойдем дальше здесь есть несколько мостов я хочу прям вот рядом с ними покидать под них с них есть шанс то что люди либо там фотографировались либо просто стояли там что-то происходило и они что-нибудь роняли так что надо проверить закончили мы с ловлей на том пирсе пришли к мостикам тут сейчас будет несколько мостов где возможно что-нибудь и будет я ни на что не надеюсь честно будет что будет куда-то Новый мосток Этот каналчик выглядит немножко поглубже Не знаю, насколько это правда Давай закидывать Ну, вроде да, вроде как поглубже И почище Здесь прям рядышком всего несколько деревьев Так, кусок железки просто Ого, пятнище какое Слушай, там что-то есть Он же не может так просто там Просто так там оказаться Вот кажется, я и цепляю то, что Выдает нам пятно Не факт то, что зацепил Идет потяжелее, чем обычно Но у меня тут очень много грязи, которую я цепанул Перегной возвращаем обратно Так, вот это Какая-то хрень Кусок просто металла Это явно не от него пятна Отцепляется Так, ну вот какая-то труба идет Хотел перехватить Вообще не хочется входить Давай на эту сторону покидаем В общем, только труба Труба и несколько монет Может с этой стороны что-то будет Не знаю что Ебать, это патроны Ну скорее всего Охотничьи патроны Так, есть еще монета 50 копеек, 10 копеек и 10 рублей Но главное это патроны Целая коробочка Я так понимаю, что это мелкашка 50 штук, да, это мелкашка 100 пудов Пожалуйста Вот на тебе 50 патрика Советские патрончики Тут даже ГОСТ Сейчас возможно найдем год А 50 штук, цена 55 копеек Это советские А вы говорите то, что здесь кто-то что-то чистил Возможно по центральной аллее Кто-то что-то чистил Но вот здесь 100% нет Целая коробка патронов И кстати У меня были ребятки Которые говорили то, что патроны Окисляются прям моментально Посмотрите Вот патрончик Вот он выглядит идеально Он выглядит идеально Он естественно отсырел Но выглядит он идеально Пожалуйста На 50 патронов Еще 10 рублей кстати есть Это очень неплохо Наконец-таки наши труды окупились Хоть какое-то место цепляется И так что Что-то есть Возможно еще Во-первых залежи Я говорю Я однажды так нашел Очень много коробок с патронами Но было бы конечно неплохо найти То из чего стреляют эти патроны Как я надеюсь То что это Винтовочка какая-нибудь Мелкашечка Хотя бы пневмат Хотя бы пугач Хотя бы рогатка Что-нибудь дайте Так Пуска Я предлагаю Тебе пока остановить Не тратить время Так Ну что ребят В общем Сними наверное Вот прям оттуда Следующая находка Тебе видно Просто На тебе пожалуйста Детский самокатик С двумя колесиками спереди Как раз под мою большую лапу Просто Пожалуйста Слушай Этот мост просто шикарен Это место мне определенно нравится Здесь прям вот И патрики И вот эта вот история С самокатом И монеток очень много К сожалению Ненужных годов Нам да Ненужных годов Но в любом случае Еще кое-что Ключики Пожалуйста Это кстати Первые ключи За сегодня Ну не считая замка Конечно Отличное место Надо еще Ловить 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 Здесь нужно Прямо вообще Все досконально Пройти Потому что Вот здесь Что-то цепляется Но оно Не хочет подниматься Но я плюс-минус Понял где это Хотя возможно И поднимается Хрен его знает Нет Что-то поднимается Смотри-ка Ну это просто Похоже Железный прут Да Давай Оставим Ну мало ли Там еще что-то есть Помимо этого Железного прута В чем монетка Даже две Первые Восемнадцатый год Рубль Вторая Восемнадцатый Мне очень нравится Когда находки Ну вот действительно Есть Когда они вот Прямо оформившиеся Тебе даже Не нужно гадать Что это конкретно Ты просто Видишь результат Сразу же Это всегда приятно К сожалению Такое случается Не каждую рыбалку То есть вы Некоторые рыбалки Которую я ходил Куда-то Вы даже не видели Потому что Ну вообще ничего нет И это очень печально А если рыбалочка Выходит Знаешь Что-то было Ага У топольника Да осталось достать Савокат Как у кору Грязи Короче Много Да? Угу Восемнадцатый год И ключик Ключик Какого-то дерьмового замка Пройдемся Вдоль моста А вдоль По Питерской По Тверской Емской Хоть мы в Питере Находимся И ловим На магнит Но мы все равно Что-то достать И хотим Не, ну монет Монет прям вообще До хренища Слушай, это конечно Не может не радовать Ну уж Лучше Самокат Самокат Увалерат Че-то здесь есть Короче Блин Вот Если достану Если это что-то Классное То это будет Просто офигительно Если нет То мы пожалуй Заканчиваем Ну и что это? Слушай Слушай, там что-то в пакете Там пакет И что-то в пакете Упустил Сука Сейчас Сейчас кажется нет Там прям Белый-белый пакет был Если насадился То хорошо Если нет Значит надо еще кидать Нет Мне главное пакет достать Да, да Он прям поднялся Поднялся И я оторвался Нет Не сильно закрученный Но Так вот Ёшки-макарешки Это еще две пачки патронов Охренеть Слушай, может там целый пакет Просто вот этих патриков Ты посмотри Еще две упаковки Обалдеть Не-не-не-не-не, братан Мы отсюда не уходим Ты прости, конечно Как хочешь Там место на флешках своих Организовывай Но Мы отсюда точно не уходим Во-первых Нам нужно достать тот пакет Что бы там ни находилось Он мне просто необходим Потому что там было что-то продолговатое Я же здесь уже проходил вот так Вот вдоль по Питерской я пел Я проходил здесь прям Мне нужен этот пакет Что в нем? Вот здесь вот что-то цепляется И магнитится, магнитится Можешь сейчас Отмагничивается, прикинь Блин, ну пакет же был не просто так Ну черт возьми Сейчас Сейчас почистим магнит Так 5 евроцентов Пожалуйста Пуски от хлеба Которые могут нам как раз таки мешать Плюс есть рубль 2017 года И вот прям И вот прям вот здесь Прям подо мной Какая-то хрень Мне ее очень нужно достать Я прям вот Чую Чую, что это что-то вот То, что Зачем мы в принципе Сегодня и начали рыбалку Главная находка Сто процентов Пожалуйста Не слетай Просто иди ко мне Да Это планшет, братан Это ноутбук даже Блин Это ноутбук Как он примагнитился Ноут Сука Ноут Подожди Главное не уронить Главное не уронить Твою ж налево Твою ж налево Это что такое Ты понимаешь Ты понимаешь Здесь Просто Это ноутбук Вот ноуты я еще не находил Обалдеть Обалдеть Я даже не представляю Какого он года Windows XP еще здесь Еще Windows XP Продукт Десижн 2010 год Подожди Но это не пакет Это не пакет Это еще не то Что мы искали Несмотря на то Что ноутбук Это просто охренеть Я верю Я верю 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 В то Что здесь Что-то еще есть Господи Боже мой Как это вообще Возможно Вот здесь Вот что-то Прямо Вот Вот оно Вот оно Вот оно Вот оно Дай бог Дай бог Чтобы оно вышло Что бы это ни было Просто пожалуйста Иди ко мне Иди 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 Так Это вот Эта хрень Пакет белый Да Это то Что Так Теперь аккуратно Спускаем в воду И видишь Да Там что-то есть Очертание Какое-то Не знаю я Так Давай-ка я его Вот сюда Вот подтащу Блин Ты не представляешь Как я волнуюсь У меня Я даже представить Не могу Что там может быть Но Это что-то В пакете Блин У меня сердце Тричники Просто колотится Чрезвычайно Так Все Я подтащил Подтащил К берегу То есть Здесь уже точно Не потеряем А теперь я поднимаю Ааа Аа Нет Оно выпало Из пакета Стопудово Сейчас 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 Да Из пакета Выпало Но это Железная Какая-то Фигулина Секунду Зарядка 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 От ноутбука В пакете Значит Реально Был Зарядка От ноутбука Слушай Как думаешь Запустится Если его Просушить Обалдеть Вот это Да Те находки Те находки Которые были У нас Сегодня Они Меня даже Поразили Понимаете А я Бывалый Рыбак Начнем С патронов Мы достали Целых Три Упаковки Мелкашки Спортивные Патрончики Советских Еще времен Они здесь Лежат Явно Давно Прям вообще Давно И скорее всего Вот именно Вот эта часть Не чистилась То есть Центральная Возможно Здесь Точно Нет Сюда Возможно Стоит вернуться Но ребят Давайте сделаем Так 10 тысяч лайков 10 тысяч лайков Понимаешь Что много Но давайте Попробуем Набрать И я приду Сюда Еще раз Приду Уже С более Мощным Магнитом И как следует Здесь Все посмотрю Дальше У нас Есть Зеркальце Но это Так Безделушка И Гвоздь Нашей Сегодняшней Программы Это Далеко Не Самокат Это Далеко Не Самокат И Не Ключи Это Ноутбук MCI Наконец Таки Высох Сам Ноут Чуть Просох Появилось Изображение Названия Фирмы Вот И этот Ноутбук Это Пожалуй Первая Такая Вот Находка Не Телефоны Телефоны Ерунда Я находил Телефоны Да Было Но Ноутбук Да Еще И с Зарядкой Это Просто Чума Это Чума И Это Пожалуй Одна Из Самых Крутых Находок Которые Было За Все Время Моих Похождений С А тут Кстати Вот Еще Один Патрончик Который Я достал То есть У нас Не 150 А 151 Патрон 151 Патрон 151 Патрон Понимаешь Чепрыки Шлепнул Пух Да Не Они Оцерели Забираю С собой Ноут Мне Интересно Ну Мало Ли Понятно Что Вообще Шансов Ноль Но Мало Ли Он Просохнет И Заработает Потому Что Когда Я находил Телефон В Бункере У Меня Почти Получилось Его Оживить Флешки Работали То есть Возможно Отсюда Можно Вытащить Жесткий Диск Попытаться Его Хоть Как То Реанимировать И Посмотреть Кому Принадлежал Тетноут И Что Мать Его На Нем Находится Друзья Я На Этом С Вами Прощаюсь Я Надеюсь Что Вам Понравился Этот Ролик Не Забывайте Про 10 Тысяч Не Располагает Вообще Не Угадать Все С Вами Валентин Фокин Магнитная Рыбалка Скоро Увидимся Пока